Я вообще слово стартапер всегда использовал в негативном охране. Как ругательство. Да, как ругательство обязательно прибавляю, что там смузы должно быть. Поэтому никогда не мог себя присоединить. Если честно, никогда даже не думал, что я буду заниматься собственным бизнесом. В какой момент тебе пришлось сделать выбор? Перед пандемией, да, как назвал. Из крупной компании на вольные хлеба перед пандемией, да. Получилась страшная пандемия. Наверное, ты мог вернуться. Знаешь, вот это видео, у вас был плановый его придерживаться. Да, у меня планы я его придерживал. Ты жалеешь сейчас об этом, что ты не рискнул? А ты этого не можешь сделать, потому что как только ты отвлечешься, тебя здесь чпокнет. Поэтому в фонды мы, конечно, даже не ходили. Привет, меня зовут Анастасия Карпова, я руководитель проекта «30 до 30 Forbes». И мы сегодня продолжаем нашу серию интервью с победителями рейтинга 2021 года. У нас в гостях Георгий Высоцкий, основатель проекта «Нет монет». Егор, привет. С марта по декабрь 2020 года «Нет монет» вырос в 15 раз. При этом всю пандемию вы терпели убытки, и у вас все было сложно. Как так вообще вышло? Что вы смогли сделать за вторую половину 2020 года? На самом деле, после пандемии мы столкнулись немножко с другим вызовом, с которым, наверное, каждому хочется столкнуться, да, с вызовом, когда клиентов больше, чем ты можешь подключить. И это уже во многом операционный вызов, как расширить свои способности, да, расширить команду, адаптировать процессы так, чтобы успеть принять в платформу, да, в продукт, который ты там разрабатывал для определенного, как бы, темпа развития, да, и настраивал все так, принять в разы больше, чем планировал. Вот, и для нас с марта по декабрь это действительно был операционный во многом вызов. Мы просто бросили все силы на то, чтобы успеть подключить всех, кто хочет подключиться, потому что пандемия немножко перевернула рынок, такое базовое, наверное, выражение из рынка покупателя в рынок продавца, вот, и поэтому после пандемии запустился такой просто органический очень быстрый рост платформы, потому что, ну, потому что все звезды сошлись. Давай, в общем, начнем с рассказа о тебе. У тебя футбольное прошлое. Да, футбольное. И потом вдруг ты оказался в Макинзи, и свой стартап, как вообще так вышло? Почему оставил занятие спортом и решил пойти в бизнес? Я буквально лет до семнадцати, до конца десятого класса профессионально занимался футболом. Первая запись в книжке «Футболист», там играл в чемпионате России, там, вот, знаете, такое пиковое наше достижение нашей команды на тот момент. И просто в одиннадцатом классе пора было выбирать уже, ну что, футбол или, как бы, учеба, да, или, там, учеба, карьера и так далее. Когда такой серьезный выбор уже, и до этого ты успеваешь совмещать, а вот профессиональный спорт, там, совмещать уже с учебой в ВУЗе почти невозможно. В школе еще можно. Вот, поэтому на фоне того, что риски невероятно высоки, вот, из всего моего окружения, с кем мы пересекались, заиграл только один человек, там, из окружения, там, несколько тысяч. Вот, поэтому просто... И не было предпосылок, что ты самый лучший, я там был, да, поэтому просто выбрал учебу, вот, о чем потом, конечно, не пожалел. Пошел на фестфак МГУ, просто, на самом деле, для меня это было по пути наименьшего сопротивления, да, то есть я... Хорошо давалась тебе физика связывать. Мне очень хорошо давалась физика, не сказал бы про мотивальчик, вот. И я хотел в МГУ, там, выиграл кучу олимпиад по физике, и мне, по сути, можно было в любой ВУЗе идти по физике. Я пошел в МГУ по соображениям исключительно окружению, да, что появится возможность пообщаться с людьми с разного факультета, познакомиться, поднабраться опыта, походить на какие-то межфакультетские курсы. Вот, это, на самом деле, и эта карта и сыграла, вот. Потому что о консалтинге в целом я там и узнал-то от однокурсников сначала, потом чуть больше разобрался на межфакультетских курсах, потом на другие факультеты приезжали, компании «Большой Тройки» рассказывали о себе. Да, это все возможно только, когда ты в каком-то таком широком окружении, разнообразном находишься, вот. И в Макинзи меня затянуло на третьем или на четвертом курсе ВУЗа. Да, бывал на стажировку. На стажировку, но там есть отдельный трек для студентов, когда ты идешь парт-тайм работать после, ну там, после, вместо, кто как, учебы, и идешь помогать команде проекта. Для тебя это, на самом деле, возможность посмотреть, что есть консалтинг внутри, да, и понять, тебе туда нужно или не нужно. Я посмотрел на это полтора года, потому что у меня как раз было полтора года до окончания университета, и я понял там, почти сразу понял, что нужно. Вот, очень долго готовился, реально там год после работы и учебы, еще готовился по выходным к отбору. Прошел отбор, в общем, взяли меня там только в Макинзи. Вот, я никуда больше не подошел, только в Макинзи. Еще куда-то подавал? Ну, я подавал. Это стандартная история, на самом деле, для всех, кто отбирает консалтинг, подать вовсюду. Меня взяли только в Макинзи, куда я больше всего и хотел, собственно, потому что я оттуда уже, уже, можно сказать, был оттуда. Потом закрутилось-завертелось, сначала стажировка, потом бизнес-аналитик, старший бизнес-аналитик. Путешествовал по стране, по разным типам проектов, всего понасмотрелся. Если честно, никогда, я вообще слово стартапер всегда использовал в негативном окрасте. Как ругательство. Да, как ругательство обязательно прибавляю, что там смузи должно быть. Никогда не мог себе представить, если честно, никогда даже не думал, что я буду заниматься собственным бизнесом. Ты предпринимателем не мечтал стать? Да. Как многие? Нет, мечтал футболистом, кстати, не получилось. Но при этом качество интерпренершипа, так называемого, по которому в Макинзи тоже, на самом деле, ведется отдельный отбор, и потом, как сказать, оценка, помогается этот навык развивать, он как бы у меня всегда был. И я там и в ВУЗе какие-то проекты запускал по доставке воды, в главный здание МГУ, которое там на всех картинках нарисовано. Да, вот в нем, на самом деле, там живет еще 6 тысяч человек. Да, там вообще жизнь. У нас там был проект некоммерческий, где мы доставляли воду, закупали оптом воду 19-литровой бутылки и доставляли их внутри главного здания, потому что логистика не позволяет тебе вызвать, выпускная система вызвать самостоятельно. Проект локальный был очень успешным, потому что у нас там, типа, было, не знаю, 10-15 курьеров, мы доставляли по тонне воды в день, то есть вот в тоннах особенно интересно мерить. То есть реально поили там все, главное, здание МГУ. Вот, потом там был этап Макинзи, где было, с одной стороны, не до проектов, с другой стороны, в какой-то момент, ну, уже переходя, собственно, к сути, вот, в какой-то момент просто сами начали сталкиваться, что ты ходишь каждый вечер, рядом с офисом, на лесной, завтракать, обедывать и ужинать, потому что ты просто, ну, много работаешь, это не секрет, да, и ты ходишь есть, и ходишь командой, все оставили все в офисе, да, пошли поужинать. И ни у кого нет с собой наличных, счет 5 тысяч на 5 человек, там, условно говоря, вы такие, извините, и пошли. Вот, и ты, по сути, как бы в этот момент, если ты задумываешься об этом, а я призываю всех об этом задумываться, то ты в этот момент, не то, что не даешь официанту 500 рублей, нет, ты у него забираешь 500 рублей, ну, то есть, там, 10% возьмем, да, от счета на 5 тысяч. Официант у меня тоже успел, на самом деле, поработать, вот, как раз, там, после 11 класса, перед поступлением в МГУ, поэтому я очень хорошо, там, понимал вот эту всю механику, внутреннюю кухню, с точки зрения того, как бы, что есть доход официанта. И когда я работал официантом, еще не было такой проблемы с наличными, но как гость я начал сталкиваться и понимал, что, на самом деле, реально, как бы, сильно начинает падать доход. Ну, мы сталкиваешься, сталкиваешься, сталкиваешься. Я тогда жил с другом, с хорошим, вместе, в целях экономии, просто на аренде, и на кухне с ним обсуждал какие-то идеи, вот. Он, собственно, стал твоим кофаундером. Он, собственно, помог собрать команду разработки. В разговорах на кухне родилось и QR-код, как форма фактора, и название «Нет монет», как песня «Монеточки». Она как раз именно в те годы была популярна, у нее даже фотка с ней есть. Вот, она, правда, об этом не знает. Она знает, что сервис, она сам честен в ее песне. Слушай, она записывала сторис, вот. Вот, я несколько раз пытался с ней проконтактировать, признаюсь честно. Вот, но насчет какой-нибудь коллаба, вот. Ну, и в целом я, на самом деле, реально как бы слушаю, там, слежу и так далее. Вот, и... Но пока неудача, вот, может быть, увидит, как бы, обратится. Она тоже была в рейтинге 30-31, да? Вот, вот, это первый человек, контакт которого я попрошу тебя поделиться, вот. Потому что, да, мы у нее взяли из песни, то есть там есть строчка, официант просит мелочи сгрести, но нет монет. Вот, и мы просто взяли, склеили пробел, вот. И получилось, как бы, очень красиво, вот. И ретроспективно я понимаю, что на фоне того, что все остальные сервисы чаевых называются плюс-минус одинаково, потому что у них на знаниях есть или чаевые, или типс, вот. Вот, то, как бы, наше название нет монет, которое еще и запоминающее, и звучащее, оно действительно нас очень сильно отличает и хорошо, и сыграло очень сильно на пользу, потому что мы начали восприниматься как бренд уже на таком скейле, что, там, например, рестораны кто-то называет нет монетовскими. Например, там, называют это не QR-кодом, а называют, сам вот способ оставления чаевых, называют нет монет. Прям помню, что есть другой сервис электронных, много, да, их много конкурентов. Ну, сейчас много, да, поговорим про конкуренты. У нас есть другой сервис электронных чаевых, но люди говорят, оставляли, мне рассказывают, я оставлял чаевые, нет монет. Я говорю, где? Мне говорят, там-то. Я говорю, это не мы. Они говорят, ну, как же не вы, ну, это же QR-код на чеке. И вот это, как бы, ксерок, с памперс, да, вот нет монет, вот это очень приятно вот в одной лиге с точки зрения бренда играть. Вот, и это приятно, что вот это название, которое было рождено на кухне, как бы вылилось в такой бренд, который сейчас вот мы стараемся сохранить, потому что он уже не, ну, он уже узнаваемый. Когда вы все это обсуждали, ну, традиционно, да, во всех учебниках по бизнесу пишут, что нужно исследовать рынок конкурентов и так далее, вы вообще на это смотрели? Да, ну, нет, слушай, я был, как бы, консультантом McKinsey, поэтому какие-то вещи я все-таки базовые понимал. При этом у меня не было абсолютно опыта своих проектов, своих стартапов, именно, ну, не считая вот того проекта там с водой. Вот, поэтому мы там, я допустил очень много ошибок по ходу проекта. Но мы начали смотреть конкурентов, и ситуация была неоднозначная. Кто-то что-то подобное, типа, 4 года, за 4 года на нашего старта планировал делать. И там тоже, как бы, ну, фигурировал не QR-код, но что-то очень похожее. Какая-то ссылка, сайт, куда нужно было перейти. Примеров в мире не было, чтобы вот через QR-код оставлять чью. При этом сам QR-код, как формат, форм-фактор, он очень распространен в Китае, не секрет. При этом набирал в тот момент, да, набирал только популярность, и было еще непонятно, установится или нет. Я, например, до момента старта нет монет, пока мне не рассказали, не знал, что QR-код это ссылка, по которой можно камерой телефона перейти и попасть. То есть это вот родилось в ходе докручивания вот идеи, а как решить проблему, что чьи вы нельзя, легко оплатить карту. Поэтому, по сути, проанализировать конкурентов было нельзя, потому что прямых конкурентов не было. Единственным способом, костыльным оставить чьи вы, был Сберонлайн. Сейчас вот он действительно, там, где нет монет, он прямо уходит на второй план. Мы с этим боролись, да, то есть мы сталкивались с такой, с некой костностью официантов, например, по этому поводу. Но так или иначе, сейчас можно с уверенностью сказать, что через нет монет гораздо удобнее, быстрее, больше чаевых оставляют с того же счета. Вот, в полтора раза больше, между прочим. Да, поэтому прямого анализа конкурентов сделать было нельзя. То есть мы сделали такую вот, как бы, рискованную ставку на то, что QR-код как форм-фактор взлетит, идея будет, ну, проблема была понятна, но вот зайдет ли, что ее, ну, вот, будут ли люди готовы делать какие-то дополнительные, необычные для них действия. И что, и второе, как бы, сужение QR-код. Плюс у нас очень такая серьезная ставка на мобильные, на мобильные платежи. То есть на Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. Потому что очевидно, что в вебе, в интернете вводить номер карты очень неудобно. И никто бы, и никто это не делает. Да, у нас всего 5% пользователей платят по номеру карты. Все остальные это моментальные платежи. Поэтому мы еще и напрямую на старте зависели от того, как будут расти Apple Pay, Google Pay в России. Вот. Вот все, что я назвал, все эти проблемы снялись во время ковида. Вот. Потому что все, сидя дома, привязали себе моментальные платежи, чтобы удобно заказывать там продукты, еду и всякую доставку. QR-коды были пропагандированы просто, да, широко распространены Собяниным. Вот. И главное, что, на самом деле, там даже до смешного, что на старте нам приходилось как бы постоянно говорить, нет, это не штрих-код, а на самом деле это называется QR-код. Вот. То есть после ковида таких проблем не возникало. То есть их назвали, люди поняли, как они сканируются, каждый свой попробовал там QR-код отсканировать и так далее. Понятно, что заниматься собственным бизнесом и параллельно работать в топовой консалтинговой компании, это, мягко говоря, очень сложно. Вот в какой момент тебе пришлось сделать выбор? Слушай, я максимально этот выбор оттягивал. Когда мы посчитали первый раз нет монет, сделали анализ рынка, я это делал на официальных данных. Берёшь данный Росстат, объём рынка чаевых, делаешь какие-то ассамшены. И считаешь, что наша цель была как бы собирать 1 миллион рублей чаевых в месяц к концу 2023 года. Вот. Мы сейчас собираем больше 10 миллионов рублей... Нет, 1 миллион рублей чаевых в день. Сейчас мы собираем больше 10 миллионов рублей чаевых в день. Это общий оборот того, что люди оставляют. Общий оборот чаевых, который мы собираем. Мы уже в 10 раз превзошли свою первую финмодель. Почему консультант МакКинзи умудрился ошибиться? И текущая финмодель показывает примерно X30 по сравнению с первой. Как можно было ошибиться в 30 раз, это вопрос как раз к данным Росстата. И к тому, что я был не из индустрии, я не знал, а вот 6 миллионов рублей оборота заведения в месяц много или мало? Торговую точку. Да вот хрен знает. Поэтому когда ты из индустрии, ты уже понимаешь, у кого, какие обороты и так далее. А тогда было очень сложно проверить это. Мы были не из индустрии, поэтому первый финмодель показывал, что проект делается не для денег. Но нам казалось, что мы сможем вот так быстро и легко сделать. И что если получится, то он станет таким репутационным проектом. И ставку на зарабатывание денег на нем мы не делали. Более того, я никогда не планировал уходить из консалтинга, чтобы заниматься этим проектом. Изначально это делалось как такой сайт-хассл, для того, чтобы сделать какой-то прикольный кейс. И потом, если появится, проверить себя в опыте продукта, как сделать продукт, как продать продукт, как привлечь инвестиции, как собрать команду. Я там думал, что это мы в начале, по крайней мере, что мы будем делать это после работы. Такая социальная. Да, да, да. Так, собственно, и начиналось. Когда продукт был готов, а продукт мы делали 9 месяцев после работы по выходным, что это, я считаю, большой ошибкой. Потому что если бы мы сейчас были бы у нас эти 9 месяцев, мы бы уже были бы далеко впереди. Поэтому затянуло не сразу. То есть 9 месяцев мы делали продукт, потом я брал 3 месяца отпуска в McKinsey для того, чтобы его запустить. Да, потом я возвращался в McKinsey и нанимал просто людей. Проект долго находился в такой стадии, не до конца доказанного Market Fit, а вроде подключаются, значительную часть отключаются, вроде оставляют чаевые, но вроде очень мало, вроде готовы официанты платить комиссию с дополнительных чаевых, а вроде и не готовые карточки выбрасывают. И начало продукта было вот такое. Очень долго мы раскачивались, не могли до конца нащупать, потому что там, ну, есть такое понятие, вот как бы в какой-то момент, ну, все твои метрики показывают, что да, вот продукт нужен рынку, Market Fit доказывает. Вот у нас очень долго этого не было, потому что мы запустились, как QR-код, который был напечатан на пластиковых карточках. Который с чеком выдавался клиенту. Который просто прикладывался в нашем вот, как в кофемане сейчас, да, когда карточку приносят вместе с чеком. Вот, и это вот как раз был, вот первая итерация продукта, которая вроде зашла, какие-то результаты показывала, но низкие. Ну, вот верилось, что получится. И вот QR-код на при чеке, это было на самом деле следствие того, что мы думали, как все-таки вот докрутить продукт, как сделать так, чтобы QR-код всегда доставлялся клиенту, а не когда официант захочет и никогда официант не потеряет свои карточки. И вот когда вот это мы докрутили, вот это стало понятно, что да, устойчивое решение. Потому что оно как бы, QR-код всегда есть у клиента, потому что оно позволяет тебе оставлять чаевые, как процент от суммы счета, а когда люди оставляют чаевые так, они оставляют сильно больше. К этому мы пришли еще до ковида, конечно, но вот спустя там месяцев шесть активной стадии уже проекта. Вот. А сам я ушел из McKinsey в конце года, в конце 19-го года. То есть перед пандемией, собственно. Перед пандемией, да, как назло. Вот. Да, из крупной компании, вот, на вольные хлеба перед пандемией, да. Получилось страшно потом. Месяцев шесть заняло то время, когда я находился в таком промежуточном состоянии. Проект постепенно развивался, докручивался, начинал уже иметь первых клиентов, опинин-лидеров так называемых. Это там один из первых ресторанов, кафе Пушкин. Вот один из первых знаков, на которые смотрят и ориентируются, это кафе Пушкин, Лоботега Сицилиана, там на охотном ряду. Те рестораны, которые одни из первых там лидеров в нас поверили, и уже начиналось, начиналось как-то раскручиваться. Понятно было, что вот если я присоединюсь в фулл-тайм, мы под это там еще денег возьмем, команду расширим, да, и мы дадим вот рост проекту. Поэтому, и в тот момент уже было понятно, что если я не присоединюсь в фулл-тайм, проект загнется, не полетит. Ну и надо признать, что я когда присоединялся, я из Макинзи уходил, не захлопывая за собой дверь, а наоборот, всячески пытаясь ее оставить открытой, как можно надольше, и уходил как бы не потому, что хотел уйти, а потому что не было, неужели действительно не мог разрываться. Не было в реанте. Как ты правильно сказал, да, это физически невыносимо совмещать, я там даже проблем со здоровьем поимел. Мне кажется, это невозможно. Я, честно говоря, восхищаюсь, как ты это делал. Тяжелый был период жизни. Мне кажется, вы, в общем, начали формировать рынок новый, да? Вот обычно, когда выходит проект стартап на новый рынок, у них есть еще такая роль обучать клиентов, пользователей. Как вы общались с ресторанами? Ты это делал сам или у тебя была команда с Илзов? Вот как вы рассказывали ресторанам, что им это нужно, и это польза для них, а не дополнительной какой-то геморрой, что им там нужно что-то еще прикручивать, какую-то дополнительную систему? Первую, наверное, тысячу ресторанов все прошли через меня. То есть первых 300 вообще на все встречи ездил я и на все подключения ездил я. Ну, может, первые 100. Вот. Понятно, со мной уже ездили сотрудники, потому что... Но первые переговоры очень долго, вообще первые 6 месяцев я вот во всем принимал участие. Почти все делал... Ну, почти во все вовлекался, вот очень закатав рукава. Вот. И главное, что первых клиентов мы искали действительно вот именно в офлайне, потому что как бы если рынка нет, как ты правильно заметила, реклама в интернете тебе не особо поможет рассказать о том, что тебе это нужно. Вот. Если ты не знаешь, что тебе нужен QR-код для чаевых, ты как бы не знаешь, что так можно, то реклама тебя не конкуритет. Поэтому мы ставили, делали ставку на офлайн бизнес-девелопмент, и этим занимался только... Ну, как бы я полноценно этим занимался. Как мы 300 ресторанов подключили, запустился органический поток. Да, когда я пришел в тот же кафе Пушки, но видел, звоню, хочу так же. Вот. А эти звонки все я тоже обрабатывал сам до определенного момента. И у нас были люди, которые, ну, вот, операционно помогали готовиться к подключению, подключать. Поэтому правильный вопрос про обучение пользователей действительно все время приходилось объяснять, а зачем это нужно. Вот. Потому что самая популярная отговорка, это кто хочет оставить, тот оставит. Вот. Ну, слушайте. Можно... Ну, то есть, так далеко не уедешь. Поэтому, да, это было, правда, про обучение пользователей и, главное, про обучение всех трех типов наших контрагентов. У нас есть контрагент-ресторан. Нужно было рассказывать, зачем это ресторану, да, почему ему важно, чтобы сотрудники получали больше чаевых, почему ему важно понимать, кто из сотрудников сколько чаевых получает и какой рейтинг получает. Доказывать официантам, что кто хочет оставить, тот не всегда оставит, если не дашь ему удобные возможности. И доказывать гостям, что через... Ну, по сути, делать такой продукт, чтобы через QR-код правда было быстрее, чем достать бумажник. Вот. Правда было быстрее, чем переводить через Burnline. Вот. И чтобы платежи проходили, чтобы конверсия была высокая. Вот. Поэтому, да, это правда. Мы как бы протоптали во многом дорожку за счет вот такого оффлайн-общения, глубокого прям погружения в индустрию, протоптали дорожку вот самого рынка, который сейчас формируется. Ну, ты начинал строить на свои деньги проект. Сколько ты потратил на запуск и, собственно, продукт? Я потратил все свои сбережения. На тот момент это было как раз примерно 2 миллиона рублей. 2-2,5. Те деньги, которые как раз за счет экономии на аренде квартиры и работы в McKinsey удалось откладывать. На что хватило? Ну, на самом деле, хватило на первые, по сути, 6 месяцев. Я имею в виду после того, как продукт был готов. На фоне того, что мы использовали такую модель мотивации команды разработки, что мы давали ребятам долю в компании, вот, а не платили зарплату, то нам продукт во многом обошелся бесплатно, да, сама платформа. Вот. И так называемый Employee Stock Option Plan, да, как мы потом узнали. Вначале мы просто давали им долю в компании и как бы называли это кофаундер. Ну, как это, собственно, и есть. Денег нам хватило как раз на то, чтобы вот запустить органический поток ресторан. Но к тому моменту, когда уже пора было масштабироваться, деньги начали заканчиваться, и мы довольно поздно, но побежали искать частные инвестиции. В результате мы привлекли частные инвестиции от нескольких частных лиц в несколько раундов. А почему частные? По сути, это финтех. Финтех – супергорящая тема на венчурном рынке. Почему ты решил не идти в фонды, или, может быть, ты ходил в фонды? Как вообще фондрейинг происходил? Максимальный объем собираемых чаевых миллионов рублей чаевых в день – это значит, что в идеальной картине мира мы зарабатывали типа 500 тысяч рублей в месяц, что едва хватает, чтобы нормально покрыть расходы на команду. Это вот не для фондов история. Потенциалов, опять же, масштабирования за рубеж в тот момент не было. Ты еще не доказал на российском рынке, что это кому-то нужно. А уже как бы хочешь рисовать планы и идти за рубеж. И опыта, главное, не было. И поэтому в фонды мы, конечно, даже не ходили. Но при этом мы не хотели, не пошли в акселераторы, потому что просто пойти в акселератор, чтобы получить ментора, какие-то небольшие деньги и так далее. Но вот это как-то не хотелось. Не было интересно. Хотелось бы прям самому, все самому. И на самом деле я не жалею, потому что частные инвесторы, они всегда еще дают не только деньги, они еще дают ресурсы, ну, нетворк, опыт, управленческие какие-то знания. Потому что все-таки опыта управления командой и построения команды у меня к тому моменту не было. Я сам еще был линейным сотрудником в McKinsey. Хоть и в хорошей, крутой компании, но все еще линейным сотрудником. И в результате мы выбрали частные инвестиции со своими ошибками, что мы поздно начали искать и так далее. Но путь, я вот ретроспективно понимаю, что это был наш путь. Почему поздно? Мы начали искать инвестиции за два месяца до того, как мои деньги начали заканчивать. И это сейчас я понимаю, что нормальный раунд в месяце четыре, три-четыре нужно закладывать. Мне недавно после сделки много внимания. Я еще инстаграм свой веду. Мне пишут люди. Я стараюсь отвечать. Мы созванивались с парнем и он говорит такую фразу, типа я тут всю Москву объездил, никак не могу привлечь инвестиции. Ищу там 100 тысяч долларов. И рассказывает, я ему прям какие-то советы даю. Он говорит, делал, делал там. И это делал. Я говорю, ладно, давай так, сколько ты этим занимаешься? Десять дней. Я говорю, десять дней. Ну, я вот как бы реально искал. Мы начали искать за два месяца до того, как было уже совсем вилы. И кое-как поднимали в результате. Но это заняло три-четыре месяца. С какими-то там кэшразрывами перетерпели. Благо, что на старте эти кэшразрывы маленькие. И сейчас-то я уже как-то более осознанно буду подходить к поиску инвестиций с точки зрения и тайминга, и последовательности, и того, что нужно иметь много вариантов такой, пайплайн целый вот, инвесторов. Общаешься ли ты с основателями конкурентов? Сейчас, как мы уже с тобой обсудили, довольно много появилось сервисов похожих. И есть ли необходимость вам, как фаундерам, общаться на этом новом формирующемся рынке? Хороший вопрос. Нет, не общаюсь. Мы общались в самом начале, когда там присматривались с определенными. Сейчас не общаемся, хотя очевидно, что такой промышленный шпионаж ведется, так или иначе. Вот. Но с фаундерами не общаемся. И я считаю, что да, на самом деле нам однозначно стоит работать над тем, чтобы делать такую, не знаю, ассоциацию сервисов электронных чуевых. Ну, понятно, что мы слишком маленькие, как рынок, но оно имеет место быть, потому что возникает куча вопросов по конкуренции. Что есть здоровая конкуренция, что есть нездоровая конкуренция, переманивание сотрудников и так далее. Кучу этих проблем можно было бы решить просто за столом переговоров под присмотром кого-то. Поэтому в целом, в целом, да. А как ты вообще относишься к конкуренции? К конкуренции отношусь к философски. Как еще можно относиться к конкуренции? Ну, философски, потому что, конечно, лучше бы, если бы мы были одни на рынке, но это неизбежно. На самом деле, как бы, им конкуренты нас подстегивают быстрее расти. То есть, мы бы не вышли на такие темпы роста, если бы нам на пятки не наступали, если бы не было потребности. Вот. И при этом, да, они нас копируют, но иногда и мы что-то подсматриваем, вот, и ориентируемся друг на друга. Поэтому это такое, действительно, вот, это подстегивает всех расти, вот. Вот. А дальше вопрос, кто этим лучше воспользуется. Вот. Надеюсь, что у нас получится лучше. Что произошло с началом пандемии? В общем-то, вы как раз к началу двадцатого года вышли на уже такое состояние, когда это уже было не совсем стартап в гараже, когда у вас уже были клиенты, были рестораны, и тут пандемия вам, в общем, все разрушила, особенно, когда московские власти закрыли все рестораны. Да, там вся Россия закрыла все рестораны. Ну, у нас одним днем все упало на 95%. Вот. Это, значит, почти в ноль. И, естественно, последнее, о чем, как бы, хотят думать в этот момент рестораторы, это про сервис электронных чуевых. Вот. И у нас к тому моменту уже было все-таки человек восемь, по-моему, в команде. Уже было пятьсот подключенных заведений. База официантов у нас была пять тысяч. Именно она нас и спасла. Вот. когда прошла первые там упаднические настроения первых двух дней, когда я, ну, вот, как раз и думал, что два месяца назад я отказался от зарплаты в евро и пошел на вольные хлеба. Наверное, ты мог вернуться. Не, ну, я мог вернуться, но уже, конечно, как фаундер очень быстро прикипаешь к проекту и берешься, соответственно, за вот эти восемь человек, которые работу не найдут, если ты сейчас, как бы, свернешься. Вот. Потому что прям разгар пандемии. полная неопределенность. Мы там долго обсуждали с инвесторами, что делать. В результате, как бы, нашлось оптимальное решение, как все-таки сохранить, а не замораживать проект, да, это попытаться просто заработать деньги. Вот. И мы делали сразу две вещи, да. Первая это, ну, три, давай так, как всегда в консалтинге, всегда три. Вот. Первая мы, которая лучше всего сработала, да, это мы, зная то, что у нас есть база официантов, которые тоже остались без работы, быстро создали договоренности с сервисами доставки продуктов и еды, которым нужны были сотрудники. И мы, по сути, сделали там суперцифры. Ты делаешь рассылку тысячу смс на свою базу официантов, что, типа, если нужна работа, как бы подработка на время пандемии, оставь заявку. И получили в этот же день 500 заявок. Вот. То есть конверсия 50% с смс-ки отправленной. Вот. И просто сели, как бы, и были HR-агентством, которые, ну, официантов, которым нужна работа, трудоустраивали в сервисы доставки, которым нужна рабочая сила. И в результате мы, там, как бы, со своими, конечно, там, неэффективностями, да, и с нашей стороны, и со стороны и принимающей стороны работников, но мы вышли, по сути, на окупаемость. То есть мы отбили все деньги, которые мы сожгли на зарплаты, мы как бы отбили вот этим HR-агентством на время пандемии. Вот. Вторая история, которую мы делали, это, разумеется, мы лидогенерили, по сути, на будущие периоды. Мы подключали заведения на доставку. То есть были заведения, которые не подключены к ней от монет в зале, но они запускают доставку, и мы говорили, ну, давайте мы вас подключим QR-коды на доставку. Ты уже сделаем все аккаунты, все доступы, после пандемии просто звонишь и конвертируешь их в заведения в зале. Многие подключились. Мы тогда, слушай, я точно статистику не помню, но вот многие, то есть мы там заведения 300 за время пандемии на лидогенерили для будущих периодов, которые потом, то есть это половина нашей базы. То есть, собственно, это вам и позволило так выстрелить после, да? Ну, одно из, одно из, да, то есть это создало нам пайплайн того, что мы будем подключать сразу после. Вот. И туда же относятся в это же направление лидогенерации, относятся всякие лидогенерации слэш, как бы удержание своих клиентов, да? Вот. Туда же относятся благотворительные всякие истории. То есть мы там с кальянной индустрией запускали там историю, что ты можешь скинуть как бы в общий котел, а мы раздадим это по кальянщикам, которые вот участвуют в акции. То же самое мы запускали по ресторанам Москвы, что если вот среди всех официантов ресторанов Москвы нет монет, мы распределим деньги, собранные в общий котел. Там несколько сотен тысяч рублей суммарно собрали на то, чтобы распределить их по сотрудникам особо пострадавших индустрии. Там Саша Сысоев там нам помогал там с ресторанами, кальянная индустрия тоже вовлекалась, помогала по кальянщикам, собственно. Вот. И это вот второе направление такое, как бы работа на будущее, на повышение лояльности и на лидогенерацию. И третье направление, как и у всех, торговлю масками и антисептиками. Неожиданно. Это то, в чем у нас хуже всего получилось. Вот. Хотя мы там шу-шу-шу, вот, жу-жу-жу-жу, но все равно, как бы, не получилось у нас заработать нормально на масках и антисептиках. Мы вообще в результате в ноль вышли, больше сил потратили, если честно. Там реально, как бы, там идея была в том, что всем ресторанам нужны к открытию маски, давайте мы оптом их закупим по оптовой цене и ресторанам там на рубль дороже за маску продадим с минимальной маршой. Да, своих же клиентов им же поставим, как бы, в очередной раз птицу получим, что молодцы. Мы, как бы, действительно, там, в общем, не наш бизнес. В общем, я сделал для себя вывод, если ты, как бы, делаешь IT-стартап, как бы, не лезь, купи-продай. Вот. Для этого есть отдельные ребята, у которых это гораздо лучше получается. Была задача, как бы, чем-нибудь заняться, чтобы отбить деньги и сохранить команду. Конечно, мы просто... Не было понятно, сколько этим придется заниматься, но уже, если честно, поздно было сливаться. Вот. Уже были люди, которых нужно было сохранить, проект, который нужно было сохранить и так далее. Но ресторан довольно быстро открыли, надо сказать. Ну, сколько? Месяца три. Месяца три. Ресторан открыли, да, и все полетело. То есть, во-первых, у нас уже был пайплайн, кого подключать, было чем заняться. И, во-вторых, был прям бум, потому что все прям поняли, что да, люди окончательно отказались от наличных. Они все привязали мимитальные платежи. Они теперь не берут с собой кошелек. Вот. Все знают, что такое QR-код. Вот. И у нас там в первый месяц объем, в первую неделю открытия, когда были открыты только летние веранды в Москве, у нас уже восстановились объем собираемых чавых по отношению ко всей России, ко всем 500 ресторанам по всей России до ковида, включая залы, у нас только веранды Москвы как бы собирали, потому что люди поняли, как нами пользоваться. Вот. И благодаря этому очень быстро начали там просить в других ресторанах как сделать, и у нас темпы подключения, конечно, катастрофически выросли. То есть если там до ковида подключали максимум у нас был рекорд 100 заведений в месяц, то мы очень быстро вышли на 100 заведений в неделю. Вынужденно вышли, да, побежали делать. Вот. Сейчас мы подключаем 1000-1200 заведений в месяц. Это по России? По России, да. Сейчас, ну, мы всегда подключали по всей России, удаленно, да. Вот. То есть сейчас у нас, темп 1000-1200 в месяц. А вот после такого спада ты вообще ожидал, что выстрелили? Мы закладывали три месяца после открытия, закладывали три месяца такого плавного восстановления до предыдущих объемов. Все восстановилось за неделю. И этот следующий месяц был X2, потом месяц еще X2. Вот. Вот так вот и X15 набралось. Вот. Потому что мы там, условно говоря, за эти 9 месяцев примерно выросли до 2,5 тысяч заведений. Ну, я сейчас точно не установлю. Примерно до 2,5 тысяч заведений как раз к концу года. Вот. И примерно раза в три вырос объем собираемых чулых с одного заведения. X5 по количеству, X3 по GMV Per Client. Это наша ключевая метрика. Какой оборот собираемых чулых с одного заведения. Вот. Как раз за счет вот этого Adoption, что люди поняли, как оставлять с помощью QR-кода Чиевый. Ну, а какие у тебя вообще, как у фаундера, были ощущения от вот этого полета в космос? У вас был ли у тебя какой-то план, как дальше действовать? Знаешь, вот это видео. У вас был план, и вы его придерживались? Да, у меня план, и я его придерживался. Слушай, нет. Ну, как бы, там все летит, как бы, у тебя единственная задача, как удержать коней, да? То есть, как успеть просто добавлять людей в команду, обучать их, все время адаптировать процессы и так далее. Вот. Плюс мы все-таки были на очень спущенных шинах с ограниченным финансированием, да? То есть, у нас частные инвестиции, тут речь не идет о каких-то колоссальных деньгах, да? И в целом масштаб нашего проекта там в деньгах никогда не был колоссальным. Вот. Поэтому это все еще такая одна большая песочница, вот, в которой мы в этот момент находились. Все равно очень много там делал сам руками. и просто итеративно как бы каждый месяц ты что-то сильно меняешь. Или сильно много людей выводишь, потом погружаешь как бы их, или сильно меняешь процессы, чтобы повысить эффективность количества заведений на человека. То есть, если, условно говоря, мы там до пандемии подключал один человек, ну, у нас есть такая позиция подключатель, человек, который, ну, мы его сейчас там можно назвать онбординг-менеджер, человек, который делает так, чтобы заведение понимало, как работает нет монет и пользовался им. Передает знания заведению и вот отвечает за запасы. Вот. Вот раньше он подключал три заведения в день. Надо было сделать так, чтобы он подключал 10. Вот. А потом 15. Был единственный план все время расшивать ботлнеки. Потому что, когда ты сталкиваешься с проблемой роста, вся твоя задача это постепенно по мере приоритетности расшивать вот эти узкие горлышки, чтобы расширить свою способность. И это на самом деле как бы то, что нам удалось сделать лучше всех. Именно за это, это я с уверенностью говорю, потому что я понимаю, как мы относительно других сервисов выросли к концу 19-го года по сравнению с тем, что мы были, наверное, не номер один уж точно до начала пандемии, но вот к концу 19-го года стали безоговорочно номер один. Это как раз вот следствие того, что мы очень складывались в рост операционной команды, в процесс, кто первый как бы подключит, тот и встанет с клиентом. Вот. И там вот твое главное конкурентное преимущество это не продукт, не комиссия, не реклама, там ничего. А то, как много заведений в месяц, ты можешь качественно подключить. И вот мы, работая, сфокусировавшись именно вот на capacity, да, сколько мы можем подключить, именно это и вот на грязной эти 9 месяцев позволило нам там катастрофически вырваться вперед, собрать, создать такую вот пропасть прямо между нами и конкурентами. А в какой момент вообще появились конкуренты, которые действительно стали вам на пятки наступать? Сейчас понятно, что там есть другие сервисы во многих ресторанах. Если, мне кажется, там еще год назад я приходила и везде было нет монет, то сейчас уже в принципе стало замечать, что существуют другие. Вот когда вы почувствовали, что появились конкуренты и вам стоит обращать на них вообще внимание? Конкуренты были с первого дня. Просто конкурировать на полностью пустом рынке очень просто. Вы просто друг друга не замечаете. Кто успел? Да, в огромном черном каком-нибудь не знаю, здании, в огромном черном зале два человека вот так ходят и вот просто молча и никогда друг с другом не встретятся. Вот мы точно так же с конкурентами. То есть мы знали, что они есть, мы видели их цифры, они понимали наши цифры, но не было такого, что ты приходишь и тебе говорят как бы, а вот у меня уже другой сервис. а я говорил с другим сервисом. Нет, то есть очень долго, почти до конца, ну не до конца, до середины девятнадцатого года, ой, до середины двадцатого года, да, то есть больше годов, наверное, не было такого, что мы прям толкались с львами. Ближе к концу двадцатого года, то есть больше года с начала проекта, уже началось вот толкание локтя. и стало понятно, что уже нужно работать не только на привлечение пустых клиентов, назовем их так, но и на переманивание других, то нам очень долго удавалось как бы своих удерживать, у конкурентов отвоевывать, ну преимуществами, там, бизнес-девелопментом, командой бизнес-девелопмента, но от нас уходили только по политическим причинам, то есть когда там знакомо, владелец заведения, лично с владельцем другого сервиса, вот по каким-то таким соображениям. На текущий момент действительно уже начинается такое месиво, вот, будет еще жарче, вот, сейчас по сути на рынке там четыре крупных игрока, все остальные, честно, я не понимаю, на что рассчитывают, вот, те, кто как бы не вырос там хотя бы до двух тысяч подключенных заведений, ну, скорее всего, им будет очень тяжело. Причем запускались мы там, это вот чудесная история о том, как идея пришла одновременно двум людям в голову, да, может быть даже не мне первым, или мы дольше делали MVP, вот, но мы вышли, когда мы выходили на рынок, когда уже наш продукт готов, нам за, там, за три недели до реелиза скинули продукт чаевых просто, что есть еще такой сервис электронных чаевых, вот, их там вот после нашей сделки с Альфой купил Яндекс, по остаточному принципу, вот, и, соответственно, конкуренты, по сути, были с первого дня, потом очень быстро Тинькофф и Сбер создали там дочерние компании, очень все, и очень сильно похоже на наши. Это другая история, когда крупные игроки. Да, это прокопирование, вот, и это было прям с самого начала. Сейчас уже на рынке становится ощутимо тесно, вот. Да, стало заметно. Да, в регионах меньше, в Москве, да. В регионах, мне кажется, вообще еще редкость. Слушай, от региона к региону, я вот как раз лечу в Тюмень, просил подготовить такую детальную статистику по региону, потому что, условно говоря, мне сказали, что в Тюмени везде нет монет. А, я знаю, что в какой-нибудь Рязани, ну, единичные, мы всегда смотрим отдельно Москву, отдельно Питер и регионы совместно, потому что особо выводов не сделаешь. Буду смотреть, что у нас как бы с присутствием в регионах. Ну, конечно, в регионах присутствия сильно меньше у нас. Вот. И оно очень сильно зависит от региона. В Сочи у нас, например, высокое присутствие. Вопрос про сделку с Альфой. Ты искал, в общем-то, банка-партнера, который бы позволил тебе снизить издержки. И это тоже. Сделка с Альфой задумывалась, была и остается большим раундом привлечения инвестиций. Нам стало отчестно как считаешь это поглощением. Слушай, на бумаге да, в другой стране нет. Нам стало тесновато в частных инвестициях. И стало понятно, что рынок уже начинает насыщаться конкурентами. Есть Сбер, есть Инков. И нам тоже, так или иначе, поскольку мы про проведение платежей, нужен крупный партнер с большим кошельком. Потому что сразу было понятно, что в какой-то момент начнется месилово, и тебе нужен доступ к большому финансированию, чтобы комфортно себя чувствовать, как в покере. Тебя могут вытеснить, если у тебя очень маленький стэк. А на этом этапе почему ты не пошел в фонды, когда вы уже были большими? А потому что ты все равно про российский рынок. То есть мы на российском рынке все еще маленькие, неинтересные фонду. На международном, но чтобы поднять деньги под международную экспансию, ты хотя бы должен пойти и доказать какую-то выручку международную. А ты этого не можешь сделать, потому что как только ты отвлечешься, тебя здесь чпокнут. И, как я сказал, начало становиться тесно, стало понятно, что нужны большие деньги. И согласен, мы начали общаться с фондами, но они все были про докажите международную экспансию. И это все было в долгую. То есть сейчас здесь до конца не налаженный процесс бросить, высадиться на несколько месяцев в другой стране, запускаться там, доказывать там выручку, потом брать деньги под международную экспансию. Ну, это было очень амбициозно. И главное, что непонятно было, насколько это приживется в других странах. Все-таки у нас довольно уникальные условия с точки зрения проникновения платежей, культуры чаевых, налоговая база, там на нее тоже надо смотреть. Не во всех странах имеет смысл такой сервис запускать. Вот. Поэтому для нас это было такое решение сложное, да, вот как бы пойти за границу. Хотя и сейчас я понимаю, когда начинают запускаться сервисы в других странах, по сути наши. Ты жалеешь сейчас об этом, что ты не рискнул? Хороший вопрос. Наверное, нет. Наверное, нет, потому что это было бы прям надо было бы бросить Россию. А мне, как бы, мне очень хочется вот здесь все-таки сделать хорошо и красиво и здесь занять рынок. Да? И вот меня не тянет там, не так душа лежит пойти завоевывать рынок какой-то другой страны. Вот. Наверное, не жили. Не классический стартапер. Не классический стартапер. Не классический стартапер, да. И да и все-таки это не тот проект, который вот правда легко вынимает. Бывают проекты, типа, которые легко масштабируются у других стран. А у нас проект еще очень сильно был завязан на, есть до сих пор, на нашу текущую платежную систему. И запускать в другую страну, это не просто людей туда отправить, это найти там платежную систему, переписать под ее логику заново сервис. С учетом, конечно, опыта и наработок, но это заново писать продукт. Тот продукт, который тяжело масштабируется за границу. Вот. Именно то, как он у нас сделал. И в результате мы не пошли по фондам. Ну, вернее, пошли, но быстро поняли, что нам не там надо брать деньги. И мы пошли по крупным российским компаниям. Как по телекомам, так и по банкам. Мы в этот раз уже были опытные, мы вели переговоры. И на разной стадии у нас было несколько переговоров по инвестициям, но с Альфой у нас а быстро пошло все, потому что сложилось, когда нам нужен был по сути крупный игрок, желательный из банков, потому что все-таки мы про переводы денег. Да. У них они видели рынок, понимали, что они тоже что-то подобное хотят. И когда мы познакомились, было очень понятно, зачем это им, зачем это нам. И сама форма поглощения покупки 100% удалить, проект на 100% принадлежит банку. Это лишь форма, да. На текущий момент я, например, не заработал кучу денег на проекте. Все мои и все команды выплаты, они лежат впереди в зависимости от того, как мы будем достигать цели проекта. Более того, мы будем продолжать получать процент от прибыли компании. То есть, это по сути такая квазидоль. Как оставить команду, которую никто все равно не отпустил, потому что проект без команды, он по сути сейчас до сих пор почти ничего не стоит. бесполезен. Мы получили значительное финансирование в проект, сохранили квазидоли в проекте, понятную структуру мотивации, отсутствие потолка, да, то есть все, что у тебя есть, как у фаундера. Вот. И, по сути, у нас только частные инвестиции поменялись на корпоративные. Ну, вот для тебя, как для фаундера, психологически не было ли сложно? То есть, ты фактически на бумаге отдаешь 100% в своей компании? Да, ну, тут вопрос какого-то, знаешь, доверия. то есть, типа, да, ты на бумаге отдаешь 100% в компании, но ты получаешь деньги на развитие этой компании, ты получаешь очень понятную мотивацию и для себя, и для всей команды. Потому что, когда ты все-таки на частных инвестициях, у тебя абсолютно непонятно ни твоя мотивация, ни твой кэш-аут. И, главное, непонятна мотивация команды. То есть, из чего я буду этим людям потом платить бонусы и так далее. У тебя все время встает вопрос как бы очередного раунда, который должен быть вложен в рост и так далее. Когда ты делаешь вот такую сделку, с одной стороны ты фиксируешь прибыль, у меня становится понятная структура мотивации, как в зависимости от каких показателей мы будем сколько денег зарабатывать. Но и при этом у тебя не остается лимита в нашей структуре сделки за счет процента прибыли компании. У нас остается возможность как бы, ну, бесконечно оставаться компанией и вместе с ней зарабатывать, если у нас будет прибыльней. Вот, поэтому это такая гибридная сделка. Я не стал ни на йоту по-другому к проекту относиться. То есть ты себя не считаешь теперь наемным сотрудником корпорации? Я не считаю себя сотрудником банка. Как бы это ни звучало, банк реально очень сильно помогает. Но вот я внутренне не считаю себя сотрудником банка, я считаю себя директором, как бы нет монет, который принадлежит Альфа-банку, но у которого свой ПНЛ, свой бюджет. Да, у нас есть свой совет директоров, которые, да, входят там люди операционное управление за нами, продуктовое управление за нами. Не нужно ни с кем согласовывать релизы. Банк действительно не вмешивается. Вот, у нас согласование на уровне там совет директоров раз в три месяца, да, там раз в три недели мы встречаемся там в таком рабочем порядке, показываем результаты, что у нас вообще и чем нужна помощь. Это не похоже на то, что ты кому-то принадлежишь, вот, и работаешь на работе. Поэтому вот у меня не возникает ощущения до сих пор, что и я работаю на какой-то работе. То есть, по сути, ты сделал экзит через полтора года? Ну, опять же, если бы я сделал экзит, то, может быть, я уже запускал свой другой проект. Я вот экзитом этого, это рука не поднимается, назвать. Экзит, это как денег заработать. Вот, поэтому у нас все выплаты, они под кипя, и они впереди. Экзит будет это, когда мы реально вот там передадим в каком-то будущем, там, пойдем заниматься чем-то другим, внутри банка, да, или отдельно. Вот это экзит. А у нас сейчас просто новый виток развития проекта. Я бы скорее это назвал стратегическим партнером. И главное, что вот на таком рынке, который он есть сейчас, гораздо комфортнее идти вместе с банком, чем вот одинокой лодочкой на волнах. Насколько быстро ты вообще принял это решение? Как сделка происходила? Слушай, суммарно сделка заняла с первой встречи, если я нашел 83. Это очень быстро. Да, это очень быстро. Естественно, там не стояло вопрос того, что я принял решение, там к тому моменту уже было много акционеров в проекте и с командой, естественно, мы там советовались. Были выборы искать еще, подождать, порастить, подождать оценки повыше. Но как-то все складывалось к тому, что нужно брать это предложение, потому что мы настолько быстро и бесшовно пришли к нему, настолько было понятно, зачем и как мы дальше вместе пойдем. Знаешь, если на начальном прям этапе возникает какая-то терки, назовем это так, то и какие-то недопонимания, шероховатости и так далее, то вот это может и дальше так будет только усугубиться. У нас как-то очень гладко все дошло до сделки. Альфа не первый, с кем мы начали переговоры. У тебя были другие предложения? Конечно, когда от Альфы было предложение на столе, все переговоры, которые запущены были, в том числе и до Альфы, они еще не были на этой стадии. Как раз за счет того, что вот долго, медленно и так далее. Поэтому мы с банком довольно быстро продвинулись до момента, как нас устраивало, а все остальные как бы были в подвешенном состоянии и не было такой уверенности, что вот как бы, что оно нам надо, потому что раз здесь так все хорошо идет, наверное, оно и дальше так хорошо пойдет. А есть ли у тебя сейчас ощущение вот спустя почти полгода после сделки, если я правильно помню, в начале марта? Ну, там месяцев пять прошло, да. Что ты мог бы, в принципе, сам дальше развивать проект, не заключая эту сделку? Да, мы могли бы развивать проект дальше самостоятельно. Это точно. Вопрос исключительно в потенциале. Вообще, зачем люди, стартапы, проекты привлекают в корпоративное финансирование и ищут себе стратегического партнера? Да, потому что ты как бы своими силами ты можешь вылезти на планочку X. Своим опытом, своим ресурсом, не только денежным ресурсом, но и управленческим, и нетворком, доступом к клиентской базе. У тебя возникает раз, два, три, четыре, пять куча синергий от потенциальной сделки. И вот ты сам можешь сделать X. А с банком, со стратегическим партнером, ты можешь условно 5X. И вот ты можешь принять решение, остаться один и делать свой X и так далее. Это может быть, кому-то даже больше подходит, если это соответствует амбициям, что нет, вот мое и так далее. Если у тебя скорее, как у меня, что мне хочется сделать такой масштабный значимый проект, оставить за собой позицию номер один на рынке, и продолжать, как бы, нет монет развивать и обвешивать его какими-то новыми вещами, сделать из этого какой-то устойчивый проект, то нам скорее про 5X, про реализацию синергии. И поэтому да, мы могли бы, но однозначно, что если бы мы пошли отдельно, то мы бы сейчас не имели бы всего того, что мы имеем. Доступа к клиентской базе банка, когда нас там вся сеть, по сути, постепенно начинает предлагать клиентам, доносит до клиентов информацию, что если нет монет, как это выгодно. Не было бы доступа в будущем к запуску на платежных инструментах банка, к маркетингу банка, даже освещение сделки, даже освещение моего там Forbes 30 до 30, оно во многом там за счет того, что банк тоже в это вовлекся, да, и поэтому эти все вещи, они помогают нам даже JAR, тот же JAR, да, вот, он помогает нам расти и чувствовать себя гораздо более устойчиво на рынке и устойчиво расти, вот, плюс частный финансирование всегда неопределенность финансирования, по крайней мере, там вот у нас так сложилось, вот, а корпоративное финансирование всегда понятное, долгосрочное, прозрачное и так далее, вот, и ты можешь смело растить команду, то есть мы в момент сделки нас было 20 человек, сейчас у нас 50 человек, да, потому что мы можем спокойно нанять этих людей, я не представляю себе, как ты на частные инвестиции такой думаешь, блин, а давайте-ка я офис себе арендую и ремонт там сделаю, вот, а сейчас мы как бы для того, чтобы улучшить условия работы для сотрудников, мы там, ну вообще в целом нам тесно стало, у нас 50 человек, стал у нас там суперпозорный офис такой стартаперский, вот, мы не в офисе, нет монет, это офисы фубанка, вот, и, соответственно, я не представляю себе, когда ты на частном финансировании делаешь инвестиции, как бы в офис, который срок окупаемости год-полтора, а на корпоративное финансирование удерживать лучше, развивать сотрудников, вкладываться в сотрудников, это то, что тебе позволяет прозрачный, долгосрочный финансирование. Насколько твоя роль как SEO и руководителя компании изменилась после сделки? Ну, мы на самом деле, там, после сделки прошло-то пять месяцев, мы постепенно все эти вопросы решаем, да, постепенно я, конечно, делегирую, потому что мы выросли, там, с 20 до 50 человек, и у нас, наконец, вот, я делегировался аналитику, теперь у нас есть отдельные люди, кто этим занимается, потому что самому там Excel вращать, это там очень много времени занимает. У нас почти, на самом деле, я не вовлекаюсь в процесс операционки, потому что мы им дольше всего и больше всего занимались, и я там сейчас, как бы, наиболее с ним комфортен. Но мы сейчас выстраиваем, как бы, техподдержку, например, там, улучшаем процессы и так далее. То есть постепенно беремся за каждое направление. Я сейчас больше всего времени, на самом деле, уделяю бизнес-девелопменту, да, то есть именно привлечению клиентов, удержанию клиентов, развитию вот команды, которая будет с этими клиентами работать и взаимодействию с банком, потому что это вообще для нас одновременно и инвестор, и источник привлечения, и источник ресурсов, не денежных. Вот, поэтому мы здесь, вот сейчас с банком, интегрируемся прямо с разными вертикали, и с малым бизнесом, и с маркетингом, и с GR, и с PR, и с розницей, да, потому что, и с финансами, вот, потому что мы по всем направлениям, так или иначе, где-то или просим помощи у банка, или где-то синергии реализовываем, да, они сами себя не реализуют, вот, поэтому вместо того, ну, как бы, части вещей, которые мы уже считаем, как бы, поставленные на рельсах, нет монет, их место заняло, такое вот, как бы, чуть более плотное взаимодействие с банком. Остались ли с тобой в команде твои кофаундеры, вот, кто на кухне с тобой обсуждал проект, или они в какой-то момент вышли? У нас все разработчики с ранней стадии проекта, они все, конечно, в проекте, да, и они ключевые люди, да, потому что, у нас собственная разработка, да, инхаус, и поэтому мы продуктово, на самом деле, тоже, кажется, что это одна страничка, но на самом деле, там внутри куча логики, да, мы поддержим 8 способов различного распределения чаевых, например, да, там очень много логики внутри зашито, поэтому, конечно, все, вся команда разработки, она сейчас в проекте вместе с нами пошла дальше, и просто сейчас мы больше людей в команду разработки внимаем, и, как я говорил, они, ну, делали мы все парт-тайм, да, сейчас, конечно, это все на фулл-тайм уже, наконец, происходит, вот, чего мы там очень давно ждали, на самом деле, даже к моменту сделки команда разработки еще была парт-тайм, то есть у нас весь проект нет монеты, IT-стартап вроде, но продавался в момент, когда не было ни одного фулл-тайм разработчика. Сейчас, оглядываясь назад, вот, ты лично анализируя свой предпринимательский опыт, можешь ли сказать, какие ты сделал ошибки? Вот, что ты в следующем проекте точно будешь делать по-другому? На самом деле, ошибки были на всех этапах из-за того, что это первый опыт, я пошел не теоретическим путем, а вот исключительно практическим. Это тоже ошибка номер раз. Шишки набивал. Да, ошибка номер раз, как бы, не учить матчасть в эту теорию. Второе, это, наверное, как бы, мы сильно недооценили рынок. Я вот сейчас уже засчитать это себе, я уж смеюсь, что экс-консультант Макинзи, я со своим стартапом с оценкой рынка в третье раз ошибся. Конечно, это не ошибка, это рынок просто вырос так сильно, сформировался быстрее, чем мы рассчитывали. Но все равно, как бы, в начальной стадии больше верить в проект, аккуратнее считать, и, может быть, мне лично склонно, кому-то может склонно переоценивать, мне вот склонно недооценивать. Поэтому вот ценить идею, видеть в ней больше ценностей, чем кажется на первый взгляд, это второе. Третье, это, наверное, на ранней стадии проекта, когда еще ничего нет, ничего не стоит, очень легко разбрасываться долями. Вот, вот это вот делать тоже никогда нельзя. Вот, потому что ты как бы делишься процентом от нуля, это очень легко, а потом этот ноль перестает быть нулем, вот, и становится обидно, как ты распоряжался на ранней стадии. Ты очень много ошибок совершил по мере того, как мы вот растили команду, да, то есть там не ошибки какие-то критичные, знаешь, а вот просто неэффективности какие-то. Где-то поздно мы начали с WhatsApp мигрировать в CRM, да, ну, в общем, какие-то вещи, которые можно было сделать лучше, однозначно. Но это вот, вот это, наверное, нельзя назвать ошибкой, это чисто вот опыт, да, вот с опытом приходит. У меня не было опыта ни построения компаний с нуля до выхода на такие, какой-то довольно устойчивый процесс автоматизации, вот, ни формирования, тем более, ни управления, там, 50 людьми, вот, это все, это, наверное, только с опытом. Я только сейчас, как бы, дохожу про то, чтобы чуть-чуть про это прочитать. Это все тоже про матчасть. Так, в целом, Нетмонет, это череда с одной стороны, как бы, веры в проект за идею, который потом подхватила волна рынка. Мы пошли вопреки. Мало найдешь людей, которые такие, а, вложу-ка я все свои деньги, все свои накопления в проект, который поначалу кажется, что на нем денег не заработаешь. То есть, это вот все пошло за идею, и благодаря этому мы так вот запустились. Потом нас подхватил рынок, и дальше нам хватило сил, мозгов и опыта какого-то уже накопленного к тому моменту, чтобы эту волну подхватить, и седлать, и вот на ней выехать вперед. А дальше вот нас сейчас ждет самое интересное, оно на самом деле уже происходит, как рабочий продукт, который доказал свою эффективность и успешность, а, замасштабировать, и б, как вот как бы побороться с конкурентами в виде Яндекса, Деливери и Тинькова, да, как все-таки бороться с вот этими сервисами. Вот. Поэтому будет жарко, и, но у нас как бы нам все равно хочется остаться там номер один, вот, и, ну, по крайней мере, амбиции уж точно есть. И тут уже вот так будет опыт масштабирования в условиях жесткой конкуренции уже рабочей идеей. А для себя лично как ты видишь свой дальнейший путь как предприниматель? Слушай, теперь однозначно, да. Или останешься в корпорации? Как вообще? А, настолько? Такой вопрос. Такой лонг-терм, да, что ты для себя видишь впереди? К новую компанию, в Силиконовые долины? Слушай, ну это тяжелый вопрос, на самом деле. Как пойдет? То есть вот чего я точно, наверное, уже не смогу сделать, это пойти на работу работать. Вот. Это вот просто уже вот сейчас мне это в голове не укладывается. потому что может быть я как-то сейчас надменно звучу и так далее, но вот настолько нравится вот решение самостоятельно принимать, настолько нравится, когда вот ты как-то все-таки вот сам как-то знаешь, вот гибкость у тебя и в принятии решений, и вот в найме людей, и в том, как будет работать компания и так далее. Вот. Во многих хороших компаниях ты тоже на самом деле строишь свою работу плюс-минус сам. Макинзи есть там Билл Юрон Макинзи, да, вот, но но вот все равно как бы даже в Макинзи, то есть я даже в Макинзи, да, я, наверное, сейчас уже душа вот или как бы там это грустно не было, но не лежит вернуться. Я там очень хорошо к этой компании отношусь, вот, и многим обязан, то есть во многом нет монет появился там на основании моего хоть какого-то опыта, моих сбережений времен Макинзи, знакомств времен Макинзи и так далее. Они очень тобой гордятся. Вот. Когда вышел рейтинг, они написали мне, вот там несколько наших. Да, да, вот, и да, но все равно как бы я сейчас тяжело себя представляю на работе с планерками и так далее, вот которые, вот, знаешь, вот такая типичная корпоративная история. Поэтому мне вот сейчас очень интересно заниматься нет монет, и будет интересно заниматься дальше вот какими-то проектами, да, наверное, я не буду заниматься чаевым всю жизнь. Конечно, и не от монет развивается, мы там будем запускать новые какие-то продукты, это там секрет, вот, но, но вот, конечно, да, больше, больше душа лежит к запуску каких-то новых проектов. А как они будут запускаться внутри банка, это будут какие-то новые направления или вне, это уже вот как пойдет, как найдем взаимопонимание. Основываю, что очень нравится вот эта самостоятельность и не хочет ее потерять. Вот это свободное, правильное слово, да, и очень понравилось на самом деле выводить какие-то продукты на рынок, это вот в этом что-то есть, да, вот с нуля создавать и потом масштабировать в этом что-то есть, вот, поэтому вот эта история мне очень понравилась. То есть в целом ты рассматриваешь для себя вариант, что ты что-то создашь еще, и это будет не внутри Альфа-банка. Рассматриваю вариант, очевидно, очевидно, то есть мы как бы на ближайшие несколько лет мы в Альфе и занимаемся не от монет, и он там еще поле не пахано, что с ним делать. А дальше как пойдет, у нас по условиям сделки остается возможность запускать собственный абсолютно стендалон проекты как бы внутри, ну на базе Альфа-банка, просто на других условиях там отдельно посчитано. Но это же всегда как бы вопрос при головах. Вот, поэтому сейчас идеи чего-то, что я побегу делать, у меня нет, но руки там относительно в будущем я не прикован к батарее, но и при этом нет желания сбежать и обязательно. Поэтому как бы как, на какой базе это делать, это уже другой вопрос. Вот, но вернуться на так 5-2 по расписанию с начальником управления, в общем, душа не лежит. А зарубежные рынки, вы сейчас внутри нет монет рассматриваете или это по-прежнему все-таки остается российским продуктом? Слушай, у нас сейчас очень много обращений за рубежа по поводу франшизы. Мы готовы помогать запускать нет монет за рубежом, но мы там готовы, оказывается, условно говоря, консалтинг как компания, потому что, как я говорил, это не то, что может сделать Control-C, Control-V, потому что это очень сделано под конкретную платежную систему здесь, да, в России. и когда я рассказываю людям про то, что это не IT-стартап, а как он кажется изначально, ты там Core-Code отсканировал, там одна страничка, что там делать? Вот, а на самом деле это 50 человек, из которых большая часть это операционная команда, которые там звонят, техподдержка, ну, короче, клиентский менеджер, техподдержка, там, IT-настройщики и так далее, вот, это людей отпугивает, то есть те, кто с IT-бэкграундом, они, например, ну, не всегда готовы руки марать, да, и лезть в глубокую операционку, а нет монет, это получился стык операционки и продукта, вот, сам продукт себя не замасштабирует, вот, его может засормирует только качественная операционка и бизнес-девелопмент, да, вот, но и при этом как бы очень важно, что ты масштабируешь, ну, ждем от тебя следующий проект, Егор, спасибо тебе большое за откровенность, спасибо, интересно получилось, друзья, вы смотрели Forbes 30 до 30, у нас в гостях был Георгий Высоцкий, основатель Нетмонет. Георгий Высоцкий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»